На отчете главы государства я информировал о том, что как в этом году все наши организации работают стабильно, так и в сегодняшней ситуации мы уже занимаемся бизнес-планированием следующего года и также видим, что, скажем так, только будем добавлять по всем позициям. Сегодня наши нефтепрерабатывающие заводы, главное не что и как они перерабатывают, а главное, что они вырабатывают в полном объеме те нефтепродукты, которые они планировали и реализовывают их как внутри страны, так и на все наши традиционные рынки без изменений. Немаловажный фактор это экспорт, по итогам года мы планируем больше 130% темп роста экспорта по всей отрасли, поэтому основная задача это реагировать на изменяющиеся условия в рамках волатильности, ну волатильности прежде всего на сырьевом рынке, да, это нефть и те сырьевые продукты, вот, ну а также возможных каких-то давлений с стороны санкционных моментов для того, чтобы все это нивелировать и стабильно, чтобы наши предприятия продолжали работать, стабильно выплачивалась вовремя заработная плата, ну и безусловно выплачивались все платежи в бюджет, которые предусматриваются. Любое давление всегда сказывается, да, это как давление на рынок нефти с каких-то там посылов, да, там, из каких-то обстоятельств, так и санкционное давление сказывается. Вопрос только в реагировании, выработке тех решений, которые позволяют дальше продолжать стабильно, как я сказал уже, повторяюсь, работать по всем направлениям. Знаете, все необходимые решения уже приняты, мы работаем в рамках там своих планов, при необходимости будут приниматься и дополнительно, но это опять же будет уже диктовать условия, так сказать, рынка и других моментов, в которых мы будем работать. Продолжение следует...